А где еще, как не в Петербурге, проводить международный культурный форум? Это событие проходит в нашем городе уже в шестой раз. Но мы редко задумываемся, почему именно Петербург носит звание культурной столицы России, а не какой-нибудь другой город. Давайте спросим это у участников международного культурного форума. Культурный форум начинался в 2012 году с небольшой конференции. Спустя шесть лет событие выросло настолько, что, по словам вице-премьера Ольги Голодец, сюда не надо приглашать гостей, они сами едут в гости к нам. Это объективная реальность. Люди хотят сюда приехать. Одно упоминание культурного форума. Я вижу, что люди записывают, помещают. Спрашивают о секциях. Сразу устанавливают прямые контакты. В подтверждение слов вице-премьера. Вот концентрация умов и талантов в главном штабе. В атриуме пламенной речи о рэп-баттлах произносит писатель Михаил Веллер. И когда Миронов, он же Оксимирон, выступал в Олимпийском, 22 тысячи зрителей, когда-то из Кушенко собирал стадионы. Президента Российского книжного союза Сергея Степашина внимательно слушает главный филолог страны Людмила Вербицкая. По соседству с журналистами общается клоун Слава Полонин. Кстати, на вопрос о культурной столице он отвечает простодушно. Раз мы здесь вот это каким-то будем затеялись, значит, какие-то силы у нас есть. И действительно, раз это все так завертелось, закрутилось и столько замечательного людей приезжает, конечно, столица в данный момент. В министре культуры Владимире Мединском всегда боролись две страсти – чиновника и историка. Форум позволил Мединскому вернуться к кафедре. Вечером первого дня он прочитал лекцию «Культура. Творец революции». И несмотря на такое высокопарное название, разговор все равно пошел о цензуре и ограничениях современности. Наболевший пример – фильм «Матильда» Алексея Учителя. Защита нашей культуры в мире современных идейных кризисов и ориентиров – это совмещение свободной, творческой, яркой личности, которую мы поддерживаем и будем поддерживать, и опора на те традиционные ценности, которые могут совершить революцию, а могут стать основой для великого созидательного труда, как уже не раз было в нашей истории. Может, Петербург свободнее остальных городов, потому и творить здесь легче. Форум начинается и заканчивается, а культура остается. Причем для Петербурга она практически градообразующая отрасль. Продолжим собирать мнение. У петербуржцев нет московской суеты, и это дает им возможность как-то мыслить шире, интереснее и свободнее. Может быть, и нам, москвичам, полезно приезжать на берега Невы, чтобы как-то наша голова начала под свежим вашим ветром, как-то начала работать по-другому, не так суматошно. О самобытности Петербурга готовы говорить даже иностранцы. Французский писатель и философ Бернард Вербер вот приехал рассказать про свои книги, а оказывается, рад, что оказался именно на берегах Невы. Прежде всего, мне нравится быть в Петербурге, потому что это культурная столица. Здесь более спокойная атмосфера, чем в суетливой Москве. Мне очень нравится бывать в Эрмитаже, а особенно я рад, что могу быть на этом форуме и пропагандировать чтение. А как насчет тех, кто когда-то применял солнечные страны на не совсем яркий Петербург, но зато наиболее яркий в культурном смысле город? Итальянец Фабио Мастранджело пятый год руководит петербургским мюзик-холлом, а в России работает уже 16 лет. Город архитектурно вообще безупречный, можно сказать без обиды, конечно, другим городам, что Санкт-Петербург самый красивый город в России. Не зря итальянцы как-то частично его строили. Абсолютно правильно, что Санкт-Петербург носит название столицы культуры, потому что мы очень много презентуем, и каждый год как-то сумеем удивить такая огромная международная публика. Публику будут удивлять и премьерами культурного форума. А француз-режисс Абадия представил в Эрмитажном театре балет «Жар птица» на сложнейшую музыку Стравинского. На других площадках фестиваль китайской оперы, показы казахстанского кино, цирковые представления и драматические спектакли. Культура, разумеется, должна обитать не только в столицах. И вот именно об интеграциях говорят на форуме этого года. Всего одна цифра. Российские музеи за этот год посетили 123 миллиона человек. А если есть такой интерес к искусству, за российскую культуру можно не переживать. Татьяна Баженова, «Пульс города».